Номер 12 за 2012 год, заключительный. Здесь я уже пишу, что подписка на 2013 год не будет. То есть газета раньше издавалась и распространялась через почту в виде газетного варианта на бумаге. Типографию газету отказываются печатать ввиду ее малого тиража. Поэтому газета целиком перешла на сайт Малахов Про. На сайт Генеша. Открыта подписка в электронном виде. То есть вы можете подписаться на все газеты. Познакомиться со всеми статьями, которые я написал. Потому что прошла газета, но и прошел тот материал. Я уже не повторяю. И газета будет поступать вам на этот электронный ящик своевременно, своим ходом. Ну, так как сейчас идет не декабрь 2012 года, а февраль 2016 года. Я, значит, что вам рекомендую. Если вы хотите, пожалуйста, вы можете там всю эту подписку купить за все эти годы, которые я издаю. С 2010 года я издаю газету. А на 16 не подписываться, а оплачивать по факту. Есть номер, значит, вы его оплатите. Потому что я не беру на себя обязательства гарантировать, что я буду дальше продолжать. Да, буду я это делать по мере сил, по мере возможности. Но, будем говорить, не хочу себя привязывать, что я вот должен это сделать. Будет возможность, будет время, я сделаю. Нет, значит, ждите. И на этом закончим. Итак, значит, от издателя, как всегда. Интересная такая статья. Далее у нас идет в январе 2013 года Луна рекомендует. Что она рекомендует, это уже устаревший материал. Приметы и особенности января. День, допустим, вот в январе, 5 января, день Феодула. Если вокруг Солнца круги, кольца или столбы к морозам. Ну, такие вот интересные были наблюдения. Как раз во время зимы у нас идет такой праздник. Вернее, пост рождественский. И вот он заканчивается. В таком мероприятии, как Сочельник. Такой праздник. Что это значит за праздник Сочельник? Что надо там есть? Как себя соблюдать? Вот видите, в Сочельник начинали готовить рождественский стол, который традиционно состоял из 12 блюд. Какие это блюда? Пожалуйста, они описаны. Молитвы перед и после вкушания пищи. Перед вкушанием, после вкушания. Вроде бы такие рекомендации о молитвах перед или после. Ну, знаете, они, можно сказать, сейчас кажутся какими-то наивными и смешными. Но на самом деле это очень-очень ценно, очень важная рекомендация, которая позволяет создать вокруг человека такое благодатное поле, во время которого и пища будет усваиваться. И никакие тонкоматериальные, будем говорить, паразиты, которых огромное количество, мы просто не подозреваем, что может быть такое. Вот не могут вместе с приемом пищи проникнуть внутрь человека и навредить. Поэтому очень большое значение отдавайте этой молитвы перед вкушением и после. Чтобы вы оставались здоровыми и с вами ничего не приключалось такого непонятного, неординарного. Так. Окрещение, окрещение. Значит, вот такие рекомендации. Как использовать крещеную воду, как ввести себя на источники, как окунаться в прорубь правильно. В первую очередь, конечно, не бояться. Во вторую очередь, раздеваться быстро, сразу же окунуться. Раз, два, три. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Быстренько выскочить и опять попасть в теплое. То есть, никакого охлаждения организма не должно быть. Вот тогда будет нормально. Крещенские приметы. Потом идет описание опыта каскадного голодания. Как человек голодал, что с ним происходило. Это очень суровый метод голодания. И, естественно, результаты бывают довольно-таки разные. И ответные реакции разные бывают. И вот как во всем этом правильно разобраться, я как раз, видите, и описываю. Первая стадия голодания, вторая стадия. Как это влияет на тело, как это влияет на тонкую составляющую нашего, будем говорить, существа. Все это описывается. Какой должен быть восстановительный период, что есть, особенности его. Подробненько, подробненько, подробненько. Чтобы человек это прочитал, у него уже было, знаете, большое количество вопросов отпало. А не то, что человек прочитает какую-то статейку, вопросы только накапливаются. А как проводить, а как выходить. А если начнут делать, там еще начнут вопросы появляться. А я стараюсь так материал преподнести, чтобы человек его прочитал, делает. И он уже знает, что надо ожидать, что с ним происходит и что он получает. И когда это все совпадает, вот тогда говорят, о, вот это автор сделал. Вот видите какой. А не то, что, знаете, делает, а что получается, кто его знает. Беседа о женском здоровье. Очень много я внимания уделяю женскому здоровью. Потому что я считаю его основой здоровья нации. Женщина дает предложение другому человеку. И в зависимости от того, насколько она сама здорова, как она может ухаживать за своим телом, как она может ухаживать за новорожденным, как она может дальше ухаживать и, будем говорить, воспитывать, кормить, зависит, а какие наши будут соплеменники, какие наши будут граждане. И если все это в семье и от женщины делается правильно, то мы тогда встречаем и правильных людей, которые являются прекрасными гражданинами нашего общества. Понимают, что надо делать, а что не надо делать. И, ну, говорит, в таком обществе приятно жить. А когда этого нету, то и получаются вот такие вот различные вещи, как они есть. Головная боль, какая бывает и что делать? Вот она бывает, видите, разная, давящая, мигрень, истаминного воспаления, покраснение, боль, имеющая острый характер и возникающая с одной стороны головы и лица, длящаяся от 20 минут до 2 часов. То есть различные бывают боли, человек не поймет, что-то там болит, а что делать? Он может просто-напросто там таблеточку выпить и думать, а, все нормально. Увы, и ненормально. Потом это все может только хуже быть. Значит, различные рекомендации, упражнения и прочее, 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 для того, чтобы этого не было. Далее, духовная страничка. Вот Эсхилл, это еще в глубокой древности, сказал, мудр тот, кто знает не многое, а нужное. Да, действительно, надо знать нужное. Нужное. И тогда вы будете здоровы. А когда вы напичканы всевозможными знаниями, знаете, как современная, вот сейчас там медицина, огромное количество различного там материала, знаний там, приборы и так далее. А что касается заболеваний, а что, они исчезли? Нет. Их все больше и больше. Утомление полезно для организма или нет? Конечно, утомление полезно для организма, потому что надо утомиться для того, чтобы полноценно расслабиться, выспаться. Должна быть фаза активности, должна быть фаза утомления, которая идет, как бы сказать, между активностью и расслаблением, и отдыхом. И тогда все нормально. То есть, все должно быть физиологически выверено в нашей жизни. Вот как раз я рассказываю об этом.